Ом-Ти-Ви-Юэй про Головне. Ом, кодрик выгнали, что-то выгребали. О, что, пушонки нет, голодаете или что? Бессовестные. И в хату залезли, прикинь, в хате еще повытягивали. Жительница Белгорода застала российских военных за разграблением своего дома. Почувствовав абсолютную безнаказанность по части мародерства в приграничных районах, российские военные практически перестали скрывать свои преступления. Так, в Петровке Белгородского района местная жительница застала их за разграблением своего дома и угоном квадроцикла, обнародовав в соцсетях соответствующее видео. На нем видно, как женщина учиняет скандал, пока несколько человек в военной форме, которых она снимает, лишь отворачивают свои лица, пытаясь ее всячески игнорировать. Давайте назад носите. Давайте назад носите, бессовестные. И в хату залезли, прикинь, в хате еще повытягивали. Возмутилась хозяйка украденного имущества, познавшая на собственном опыте, что на самом деле значит «российские освободители». Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это правильно. Это правильно все. Да дайте мне договорить. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. Согласно данным Росстата, в январе-апреле 2024 года общая прибыль российских угольных компаний составила 14,3 миллиарда рублей – 162 миллиона долларов, что в 15 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году доля прибыльных предприятий в угольной отрасли составляла 67%, а в 2022 году – 79%. Прибыль угольной отрасли до вычета налогов в первом полугодии снизилась на 97%, а по итогам 2024 года. «Может упасть в 15-17 раз», – пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева. Причина такого падения – фискальные меры, в том числе курсовая экспортная пошлина. Они негативно влияют на угольную промышленность и структуру экспорта угля. Министр также добавил, что донастройка механизма налогообложения с учетом фактических условий помогла бы компаниям, которые находятся под самыми жесткими санкциями. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому... Самая ожесточенная битва на фронте проходит в поселке Усть-Абакана, где отец и мать-освободителя сражаются за гробовые. У Натальи Олейникова все свои силы направила на борьбу с бывшим мужем, отцом ее погибшего ребенка. Ну, ему просто надо напокосить мне в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобилей. Он на нее претендует, на наследство хочет вступать. А это память о моем сыне. Он при гибели, перед тем, как, видимо, чувствовал, что погибнет, и позвонил и сказал – сохраните машину, сохраните. Сыновей еще нарожайте. А вот Тойота... Тойота из России официально ушла. Вы что, не знаете об этом, что ли? Богдану в этом году должно было исполниться 27. Он служил в Сирии, участвовал в специальной военной операции на Украине. В отпуск приезжал в родное село Усть-Абакан, но этим летом из очередной командировки не вернулся. Стабильность – это когда в Россию не вернулась Тойота, а потом не вернулся Богдан. Потерь в вооруженных силах России нет. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Здравствуйте. Что есть до 500 тысяч? Да большой выбор. Пола, Рио, Солярисы. Здравствуйте. Что есть до 500 тысяч? До 500? Есть два варианта. Есть вариант двухосный, есть одноосный. Шедевр путинских пропагандистов. Бабуть, да? Что она скажет? Друзовы-то ли пришли? Монетарная докумова. Какие вы освободители? Полдеревни расстреляли. Не нужно мне от вас. Уходите, уходите. Я уже столько насмотрелась. Мне терять нечего. Собирайтесь, забирайтесь. Уходите. Все равно победа будет за нами. Спасибо. Спасибо большое, всем. Жители Курской области просят Путина сделать для них гуманитарный коридор, чтобы они могли выехать. Правительству Российской Федерации, правительству Курской области, чтобы они договорились о предоставлении коридора и чтобы нас вывезли из зоны военных действий. Человек, который развязал войну и человек, который должен вывезти их из зоны боевых действий, это один и тот же человек. Эвакуации, как таковой, не было. Объявления о том, что надо эвакуироваться, не было. Ушли те люди, которые... Которые могли ходить, двигаться. Без газа. Мы уже давно без газа, без света, без воды. Без связи. Без связи. Дров в лес страшно идти, потому что мины. Поэтому мы просим нас вывезти отсюда. Для кого война хорошо, не для кого. Может вы что-то Путину хотите передать? Не, Путину ничего не хотите? Я считаю, это полная дурь, понимаете? Новосибирск. Избирательный участок в школе номер 190. Голоса за единороссов скупают за 500 рублей. А что сделать надо там? Вот смотри, ты приходишь в школу, ставишь бюллетень, там данные свои заполняешь, паспортные. И что потом? Тебе выдается бюллетень, а тут кандидаты. Нужно поставить галочку, видишь, лидер Евгения Викторовна. Поставить на против галочку и отправить фото. Фото, фотографию, фотографию, скидываешь, скидываешь там, может тебе 500 рублей. Вот они наши подкупщики сели в машину и поехали. Машина без номеров. Как здорово. 500 рублей, братан. Нет, ты не понял, братан. Целых 500 рублей. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. США таки заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет GMM-158 JASM. Байден якобы открыт к передаче их к Киеву. На данный момент ракеты JASM интегрированы исключительно в самолеты F-16. Но усилия по адаптации ракеты к советским истребителям также ведутся. Борис Джонсон призвал США передать Киеву еще и атаку. Также снять все ограничения на дальности их применения и разрешить Украине, как он выразился, снести Крымский мост.